Большая страна без малых войн и конфликтов. Такое будущее необходимо России. Это основной лейтмотив смены патриота, одной из самых популярных на молодежном форуме Иволга. С лекции выступил главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. В вооруженных силах СССР он служил, начиная с 1974 года. А в начале 2000-х Сергей Чабан командовал коллективными силами СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского вооруженного конфликта. По его мнению, сегодня важно, чтобы люди усвоили самые важные уроки истории. В работе с молодежью мы не должны стоять на месте. Каждое поколение требует своего подхода. Что-то можно брать из прошлого, но историю самое главное забывать нельзя. Программа выходного дня на Иволге выдалась насыщенной. Мастрюковскую поляну посетили политики, общественные деятели, специалисты в области экологии, сельского хозяйства, журналисты. О том, как строится работа информационной службы, от идеи до воплощений. Мастер-класс на смене «Медиаволна» провели сотрудники телеканала «Самаргис». Коллектив «Самаргис» сам по себе молодой коллектив. И поэтому, собственно говоря, те темы, которые мы поднимаем, они очень часто входят в сферу интересов молодежи. И мы стараемся очень часто обращаться к подобным темам. И делать так, чтобы людям было это интересно смотреть. И, судя по сегодняшней аудитории, люди смотрят, люди откликаются. И, более того, они даже хотят в этих процессах участвовать. Еще один гость «Медиаволны» – наш земляк. Ныне заместитель главного редактора российской версии журнала «Эсквайр» Сергей Яковлев. Тема разговора – насколько в электронный век необходимы бумажные журналы. Ведь самое авторитетное издание в мире выходит исключительно на бумаге. У меня есть такая теория, что журналы когда-то станут как винил. Знаешь, которые… Все думали, что виниловая музыка умрет, музыка на винилах. А на самом деле продажи проигрывателей музыкальных растут в мире. И это всем известно. В общем, это такая история, когда при развитии информационных технологий людям не хватает тактильности. И не хватает чего-то, чем они могли бы обладать и что они могли бы поставить на полку. А потом в какой-то момент открыть и снова пролистать. Сегодня Иволга пересекает временной экватор. Пять дней до и пять после. Впереди еще много интересных сюрпризов, которые подготовили организаторы. Так, чтобы каждый из молодых участников форума, покидая его, стал на порядок взрослее, научившись ориентироваться не только в сфере информационных технологий, но и практически в каждом из направлений, которые есть в современной реальности. Олег Зверев, Григорий Бельшаков. События.